Лариса, ну я думаю, что вы наверняка видите и на своих семинарах, да, и среди ваших поклонниц, да, читательниц, много женщин, которые живут с обидой, с обидой внутри, да, себя. Как избавиться от обиды? Ну, есть несколько, опять же, практик. Мне очень нравится практика, когда мы соединяем безымянный палец, да, палец наших эмоций, и большой палец. И как только нас накрывает какая-то обида, боль, мы начинаем вот так вот эту обиду и отдавать земле, да, то есть, опять же, делать. То есть мы выковыриваем, да, получается? Да, мы её, получается, как будто бы снимаем, вытаскиваем и отдаём земле. И такая простая практика, она очень действенна, её можно делать, стоя на светофоре, если вдруг нахлынула вот эта обида, да. Хоть где, вспомнил и всё, убираешь. Даже во время обиды, если тебя уходит, обижают, ты можешь просто... Обижают, да, ты делаешь, да, и обида получается. Да, и обида уходит. Можно писать в полнолуние, написать на листочке бумаги, а четвёртом, что я прошу прощения у того-то и того-то, и прощаю того-то, того-то, да. Там, опять же, Божественное, помоги мне убрать эту обиду. И в полнолуние, как истинная женщина, этот листочек сжечь и развеять пепел по воздуху. То есть любые практики, или просто другая практика, вылепить эту обиду из пластилина, передав через тело, через руки. И, опять же, её убрать. И, конечно, вода. Вода, она... Смывает, да? Смывает. Поэтому любые практики... Не могу не поделиться, хорошая практика. Вчера одна из девушек рассказала, тоже её зовут Динара, она приехала из Карганды к нам. На мой тренинг как раз, и на мастер-классы. И она говорит, что можно взять душ и душем водить с макушки и представлять, где эта обида. И говорить, водичка... Сейчас вспомню слова. Вода Татьяна, земля Ульяна, ключ Иван, дай мне воды от всякой беды. И, водя душем, чувствовать, как вода убирает всю эту грязь и по воронке уходит. И, действительно, ты чувствуешь, где у тебя вот эта негативная энергия в теле. И, когда мы делаем такую практику, то вода смывает весь этот негатив. И если мы этому посвятили хотя бы месяц, 28 дней, то тогда и ощущение, что мы заново родились. Потому что именно вода убирает все негативные эмоции. Смывает. Мне понравилась Ваша книга, и Вы говорите, что успеха добивается тот человек, в которого верят. Да. Но, как правило, это касается мужчин, да? И не всегда мужчины верят в своих жен, в своих женщин. Мы, как женщины, более... Я бы сказала, всё-таки мы, как женщины, более самодостаточные. И мужчине, действительно, нужна вера женщины, потому что, если говорить с точки зрения энергии, у него сердечный центр принимающий. Женщина, у неё сердечный центр, она даёт поток любви и веры. Поэтому женщина, если она сама себя не закрывает обидами, болью, то у неё достаточно ресурса верить в саму себя. И в этом наше может быть преимущество перед мужчинами. У мужчин, получается, нет такой возможности. Этого качества нет. Нет. Поэтому мужчине очень важно... Поэтому очень важно для них женская энергия. Да, чтобы в него кто-то верил. Или любимая женщина, или мама. А женщина, ей главное поверить в саму себя. Потому что, как только женщина начинает верить в саму себя, перед ней открыты все пути, все дороги. Мне понравилось, что, когда я сказала, что Вы у меня будете в гостях, Лариса Ренар, многие мои подруги сказали о том, что самое главное в Вашей книге, да, вот что каждой запомнилось, что даря мужчине любовь, ты обязательно должна получать что-то взамен. То есть в виде подарков, да, внимания, заботы, времени. То есть это очень важно. Это закон баланса, и его сформулировал Берт Хеллингер, известный психолог, психотерапевт, расстановщик, создатель системы расстановок. И он говорит, что когда мы что-то даем, мы должны получать взамен. И действительно, давая любовь, давая вдохновение, сексуальную энергию, чтобы сохранить этот баланс, мы получаем от мужчины время, деньги и ответственность. Но, к сожалению, не все женщины получают. Многие женщины только отдают. И тогда идёт опустошение. А что делать этой женщине? Научиться принимать. Потому что очень часто, опять же, вопрос не в том, что мужчины... А эти мужчины не отдающие? Не бывает так. Такого не бывает? Не бывает. То есть такого не бывает. Все ответы внутри нас. Как только женщина позволяет себе принимать, разрешает себе принимать, то мужчины поворачиваются. Почему одни мужчины с одними женщинами щедры, а с другими очень жадные? И это не зависит от мужчины. Если мы вспомним историю, мы с этим согласимся. Именно зависит от того, а готовы ли мы принять. И вот этот центр, как раз наш, солнечное расплетение, это центр у женщины принимающей. Поэтому можно просто делать, опять же, простую практику, когда мы представляем, что входит у нас воронка, именно в солнечное расплетение. Мы говорим, я разрешаю себе принимать подарки. Мир заботится обо мне. И это не только от мужчин. Тогда мир действительно начинает нас одаривать. И наши подруги, и наши родители, и наши поклонники. Нужно немного времени, чтобы замечать это. Есть, опять же, очень простая практика, которую можно делать каждый день. Мы выходим на улицу и начинаем замечать, что нам подарил мир. Допустим, кто-то нам улыбнулся, таксист открыл дверь, машина остановилась. То есть все эти знаки нужно запоминать. Запоминать и говорить, да. То есть их внимание получается. Да. И еще мне нравится тоже такая очень простая практика. Когда что-то падает, мы говорим, подарки мира. И получается, что мы все расцениваем как возможность, да, что мир нам будет дарить подарки. И, в общем, опять же, все начинает меняться. Я разрешаю себе получать, да, подарки. Я разрешаю себе принимать. А что это делает женщинам, которым кажется, что в какой-то момент весь мир от них отвернулся? То есть бывают же и разные ситуации в жизни. Да, бывают. И в этих ситуациях это те ситуации, которые нам позволяют максимально соединиться с самой собой, побыть вот в одиночестве, понять, а что же я хочу, что хочет моя душа. И это время такой тишины и молчания. И быть благодарным пространству за то, что нам дали эту возможность. Потому что очень часто мы в такой суете, да, а что хотят другие. И когда мир отворачивается, это как раз время понять, а что хочу я. Потому что когда ты понимаешь, что хочешь ты, что хочет твоя душа, это вот то, о чем мы говорили, да, зачем я в этом мире, то мир нас начинает в этом максимально поддерживать. То есть, скорее всего, если мир отворачивается, значит, мы идем куда-то не туда. Поэтому стоит остановиться и спросить саму себя, а делаю ли я то, что я хочу, что хочет моя душа. И как только мы соединяемся с самой собой, разбираемся, что я действительно хочу. Если я работаю бухгалтером, а хочу шить наряды, то, может, стоит перестать уже считать цифры, а все-таки стоит создавать красивые наряды. Но не каждая женщина рискует. И в этом самый большой страх, да, это, опять же, о том выбор. То есть выбор, когда мы выбираем страх или любовь. Это не только относится к мужчинам, что мы выбираем, страх или любовь, но и к любимому делу. Да, мы боимся что-то потерять, но это, опять же, тупиковый путь, потому что разрушаемся мы, разрушается все вокруг. И по нашему опыту, когда ты рискуешь, когда ты начинаешь делать то, что тебе нравится, то где-то года два действительно может быть такое во время тяжелое, да. Но через два года тот же уровень, та же успешность возрастает на порядке, потому что... То есть иногда, может быть, нужно сделать шаг назад, да, чтобы победить? Чтобы, да, увидеть то, что для меня приготовил мир. И это опять про то, что насколько мы готовы рисковать, да, насколько мы верим в себя. И как только мы идем по пути, делая то, что мы любим, тем, кого мы любим, то тогда все начинает меняться. Одна из моих учениц в Екатеринбурге спросила, Лариса, у меня сейчас два поклонника. Один очень богатый, но я его не люблю. А другой бедный, но я его люблю. Кого мне выбирать? Я говорю, Жень, выбирай любовь. Потому что, когда ты выбираешь любовь, все остальное можно создать. Ну и в своих книгах вы пишете, что любовь проходит, что у мужчины любовь после девяти месяцев, она начинает потихонечку угасать. Я, скорее всего, говорю не о любви, а о сексуальном желании, вот этой вот, да, влюбленности. И влюбленности она может проходить. Но если женщина мудра, если это не только на уровне желания, сексуального центра, но на уровне сердца, то тогда эту любовь можно развивать. И опять же, любовь усиливается, если мы вместе что-то создаём. Когда мы вместе создаём или бизнес, или какое-то дело. И тогда вот те пары, как Рерихи, как Галина Мишневская, Ростропович, как Кюри, да, которые вместе что-то создают, тогда эта любовь только усиливается. Но, к сожалению, не всем парам удаётся что-то вместе создавать, да? Порой даже наличие пятерых детей не удерживает пару. Талант женщины. Мне очень нравятся слова Генриха Ипсона, что в женщине заключена могущественная власть. Она направляет мужчину туда, куда его хочет повести Господь. То есть именно для женщины её интуиция, да, её третий центр, помогает увидеть, а куда двигаться её мужчине, что ему нужно создавать. И, вы знаете, как мир, он, конечно, очень поразительно работает, как только мы понимаем, какую идею нужно материализовать нашему мужчине, потому что именно женщина даёт жизнь его идеям. Да, то есть без женщины у мужчины может быть очень много идей. Но если нет рядом любимой женщины, то все эти идеи так и останутся на уровне просто, да, фантазии. Но когда появляется женщина, то всё начинает происходить. И вот здесь поразительно, к женщине начинают приходить нужные связи, к женщине приходит нужная информация, к женщине приходит... То есть она его, получается, проводник. Она проводник, да. И она, к ней иногда приходят инвестиции, деньги. И вот сколько мы создавали проектов, да... То есть, получается, Лариса, кем своего мужчину видит женщина, тем он и будет? Да, чем он и будет. В общем, да, кем она видит, мудрые слова, Динар, совершенно правы. Вы правы, что кем она видит, тем он и будет. А если мужчина живёт с нелюбимой женщиной? Тогда он теряет энергию. То есть тогда он выбирает страх, и он начинает, прежде всего, разрушаться сам. Причём, опять же, по нашему опыту, по рассказам наших учениц Академии, начинают мужчины спиваться, да, начинают мужчины болеть. И никому от этого нехорошо. Женщина может удержать мужчину, но что будет, да, в её пространстве? Дети начинают тоже, опять же, болеть, да. То есть ничего хорошего не происходит. И то же самое происходит, если женщина не любит своего мужа. Да, и то же самое. То есть если нет любви в семье, то энергии получается созидательной тоже нет. Нет, созидательной энергии, это похоже на дом, в котором есть стены, но нет жизни. А когда в доме нет жизни, то дом начинает разрушаться. Никакие крепкие стены не выдержат. И вот жизнью наполняет, и любовью наполняет дом женщина. И если нет любви, то действительно, это путь никуда. Я считаю, что это такая смерть уже, да. Человек умирает, хотя и живёт. Многие женщины сейчас, время изменилось, да. Если раньше все стремились быстрее быть замуж, да, удачно, успешно, то сейчас, я думаю, многие девушки молодые выбирают другой путь, да. Многие стремятся сами заработать, становятся успешными, зарабатывают большие деньги, да. Вот как таким женщинам не превратиться в мужчин, да, потому что они начинают преобладать, то есть у них начинают преобладать больше мужских качеств, да. Да. Американцы проводили исследования. 40% женщин после университета выбирали только карьеру. 40% женщин только семью, и только 20% женщин выбирали путь интеграции и семья, и карьера. И это было достаточно долгое исследование в течение 25 лет. Когда этим женщинам становилось, исполнялось 50 лет, то смотрели, как сложилась их жизнь. И те женщины, которые выбрали карьеру, они были в морских энергиях, и были, да, может, и богаты, но не было вот этого состояния наполненности. Те женщины, которые выбрали только семью, у них не было, опять же, состояния реализованности. То есть не было этого огонька. Огонька, да. И те женщины, которые пошли сложным путем интеграции, балансируя между семьей, карьерой, работой, у тех была и семья, и дети, и вот это вдохновение, и желание двигаться дальше. Поэтому лучше выбирать и то, и то, да, одновременно и учиться, и строить карьеру, и рожать детей, и всё на свете. И всё успевать. И всё успевать. Но если мы понимаем, что женщине уже немного за 30, то тогда вот все практики на развитие женской энергии. Как только женщина переключается в женскую энергию, как только она позволяет себе быть принимающей, ведомой, более нежной, то мир сразу это поддерживает и сразу присылает тех мужчин, которые ищут такую женщину. Расскажите, пожалуйста, нам про мужскую силу. Потому что я знаю, что вы тоже её разделяете, да, на несколько уровней. То есть мужчина может жить в одном этапе, потом переходить в другой. То есть на каком-то этапе остановиться, да. То есть как ему стать императором? У мужчины его сила связана с солнечным сплетением. Да, то есть вот этот вот пресс Хара чуть пониже. Но солнечное сплетение Манипура – это как раз тот центр, который отвечает у мужчины за его силу, за его влияние. И чем сильнее этот центр, чем больше он развит, тем больше уровня влияния достигает мужчина. Тем больше он может удержать денежный поток, да, тем больше он может удержать власть. И есть два аспекта. Первый аспект – это материнская власть. Когда мама слишком держит своего сына, не отпускает его, и тогда на уровне энергии существует так называемая энергетическая пуповина, которая перекрывает мужчине его свободу, его реализацию. То есть её нужно отрезать? Её нужно отрезать, да. Энергетически нужно отсоединяться от своей мамы. А в каком возрасте? Ну, в идеале инициации раньше проводились в 14 лет. Хотя бы до 21 года мальчик обязательно должен быть отделён от семьи, и после 21 года ни в коем случае нельзя жить с родителями. То есть нужно его действительно или отправлять учиться, что очень в Казахстане распространено. Ну, сейчас уже с 14 лет отправляют. Да, ну, с 14 лет, может, и правильно, но всё равно ребёнок ещё требует родителей, да, хочется ему быть с родителями. И это первый аспект. То есть маме важно отпустить сына. Даже если она благословит его на самостоятельную жизнь, это уже будет большим шагом. И второй аспект – мужчине нужно этот центр накачивать. Мне очень нравится суфийская практика на усиление этого центра, когда мы представляем, что золотая ниточка идёт от солнечного сплетения к нашему центру лба, и мы говорим «у», потом золотая ниточка идёт к нашей печени «иллаха», и от печени опять к солнечному сплетению «илла», и к центру «ху». Получается, сто раз мы говорим «у» и «ллаха», «илла», «ху», представляя мысли на вот эту золотую ниточку, тем самым усиливая центр своей власти. И такая очень суфийская, морская практика, и мусульманскими традициями, в общем, она, мне кажется, приемлема. Пресс скачаем и сто дней аскезы. То есть любые аскезы, которые… Это то, что мы начинаем делать, что-то два, может быть, бегать по утрам, может быть, мужчина там десять раз отжимается, или сто раз отжимается. Любое. И одна вещь, от которой мы отказываемся. Например, он перестаёт пить кофе по утрам. То есть, опять же, неважно, или есть чудесные булочки. Главное сто дней последовательно это делать, да, и не срываться. И тогда уже идёт усиление манипуры, и мужчина может выйти на другой уровень. Опять же, всё зависит от него и от той женщины, которая рядом с ним. Вот я думаю, что мужчинам тоже нужно полезно, да, читать такие книги. Да. Читать ваши книги и ходить на семинары, да, тоже чему-то учиться, потому что, в основном, мне кажется, сейчас этим занимаются женщины, да. Позавчера как раз в меломане у нас, у меня была встреча с читателями, и впервые мужчина остановился в книжном магазине и как раз задал этот вопрос, а есть ли тренинги для мужчин? А есть ли для мужчин четыре состояния? Я говорю, да, есть, для мужчины тоже есть вот эти четыре аспекта. Сексуальная энергия – это состояние любовника, энергия действия – это состояние войн, энергия любви, для мужчин это называется волшебник, и энергия власти, мудрости, знаний – это мудрец. И вот эти четыре состояния, четыре архетипа мужчины, они тоже есть, и сейчас уже начинается такая эра морских тренингов, и мой сын, недавно я его отправляла к Роберту Фишеру, это такой очень известный швейцарский психолог, на морской тренинг, они проводили его подальвово, и в течение недели проходили вот эти вот морские специальные обряды, опять же, практики, чтобы обрести вот эту силу действовать, да, силу принимать мудрые решения. Потому что всему можно учиться, да, и все эти знания, они же действительно очень древние, они же передаются, да? Передаются. Спасибо вам большое, Лариса, что пришли ко мне в студию, поделились очень такими интересными знаниями. Я с удовольствием прочту вашу новую книгу, и напоследок я хотела вам задать вопрос, вот в процентном соотношении, да, с женщинами, как вы рекомендуете распределить, скажем, свое время, да? То есть сколько процентов времени уделять семье, реализации, да, своих возможностей, да, своих идей на себя? Потому что в основном мы как-то вот больше либо там, либо здесь, да? Ну, в идеале, конечно, если мы четырем аспектам уделяем по три часа в день, три часа работе, три часа себе, три часа общению с семьей, и три часа развитию, практикам, то это, конечно, идеальное соотношение, и хотя бы стараться не менее полчаса в день, если уж совсем не получается, то хотя бы полчаса для себя, полчаса для практик, полчаса для мужчины, но это минимально, да, а в идеале женщине, конечно, вот такое вот правильное распределение. Кстати, в Голландии женщины как раз очень многие работают именно четыре часа в день, и государством это поддерживается и поощряется, и у неё есть время и для семьи, и для себя, и для реализации, и я думаю, что постепенно мы тоже к этому перейдём. Я думаю, что женщины всё время должны выглядеть как жонглёры, да, успевать все эти шары, да, удержать в двух руках. Ну что ж, я думаю, благодаря вам, таким женщинам, как вы, которые передают свои знания, я думаю, многим удастся, да, решить многие свои проблемы. Мне очень приятно, что у меня вновь эксклюзивный гость из России, Лариса Ринар. Спасибо большое. Спасибо, Немного. Вы смотрели программу «Статус-Ко», и сегодня у нас был ещё один мастер-класс. Всего доброго, увидимся в следующий четверг.